МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эрудит пенёрка! АПЛОДИСМЕНТЫ Я не зря сегодня такой красивый, принаряженный, при пиджачке, в белой рубашечке. У нас сегодня решающая игра нашей десятиклассной серии. Десятиклассники. Последняя отборочная игра, последний отборочный матч. И тем людям, что в синим, и тем людям, что в красном, нужно, во-первых, победить, а во-вторых, набрать как минимум 165 очков. Потому что именно столько такую планку задала нам команда из Дома творчества Железнодорожного района. Вот только так можно выйти в финал. Итак, слева от меня синие шарфы. Команда Саши и Александра, которая представляет Мозырскую гимназию имени Ян Купалы и Центр творчества и тема, где же города Мозырь. Вот они какие-то красавцы. АПЛОДИСМЕНТЫ Улыбается одна Саша, остальные очень серьёзные. А справа от меня 46-я гимназия имени Блеза Паскаля. Это Гомель, это Илья Баранов. Ею рулит, ну а тренирует ее Светлана Сергеевна Семерная. Улыбается здесь только Лиза. Чуть девочки одни улыбаются, а мужики очень серьёзные стоят. Девчонки, играем только с вами. Итак, РУД-пятёрка, начинаем! АПЛОДИСМЕНТЫ Саша, кого отправляете вы на Блев-игру, на нашу Донетку? АПЛОДИСМЕНТЫ Пойдёт на Блев-игру Козлов-Максим. Максим. Куда вам? Максим, потерпите. Я понимаю, что вы рвётесь в бой. Кого отправляет в бой Илья Баранов? Пойду я. АПЛОДИСМЕНТЫ Отлично! Максим Козлов против Ильи Баранова. Вперёд! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание, Блев-игра наша Донетка. Нужно нажать кнопочку и сказать «да» или «нет», потому что я могу давать правильную информацию, а могу давать абсолютно неверную, лживую. Итак, внимание, верите ли вы что? Язык – это часть желудочно-кишечного тракта. Илья? Верю. Да, это, в принципе, начало, и рот, и зубы тоже – это часть ЖКТ. Играем. Верите ли вы, что бета-излучение – это электроны? А, Максим? Нет. Зря вы не верите. Это в самом деле электроны, их можно легко остановить, но, тем не менее, это бета-излучение. Играем. Верите ли вы, что прессу называют третьей властью? Илья? Да. Да? Нет, её называют четвёртой. Третья власть у нас – законодательная, исполнительная, судебная. Вот три власти, а пресса – четвёртая. Это такое образное выражение. Верите ли вы, что древние считали хрусталь разновидностью горного льда? Илья? Верю. Правильно, верите, греки так и считали. И заканчиваем. Верите ли вы, что Марс ближе к Солнцу, чем Земля? Фальстан, к сожалению, у Максима. Илья? Верю. Что вы говорите? Ой, зря. Хорошо, что вы не летите завтра на Марс, иначе полетели бы не в ту сторону. Да, вот студия знает, студия стонет. Она знает, что Марс – это следующее за Землей поэт, потом астероиды, Юпитер и так далее. Итак, после блеф-игры провели интуицию. Первая такая шибка команд. 10-0, пока 46-я гимназия впереди. Спасибо. Играем дальше. Итак, кто сильнее – Блес Паскаль или Янка Купала, Гомель или Мозырь, Саша Александрова или Илья Баранов и, естественно, их замечательные игроки. Сейчас мы это узнаем. Итак, пока 10-0. Я объявляю темы – дуэль игры. Пять поединков, пять боев, пять тем. Итак, внимание. Первый бой – правописание. Второй бой – органы и организмы. Третий бой – добрым молодцам урок. Ну, сказка, лужа, в ней намек. Четвертый бой – точные науки. И пятый бой – призы и награды, что, в принципе, очень скоро. У вас пять секунд, чтобы решить, кто какую тему у тебя готов взять. Поехали! Пять секунд достигли. Мозыряне справились быстрее. Гомель еще. Все-все-все-все-все, Блес Паскаль. Тр-тр-тр-тр. Приехали. Саша, кто у вас пишет без ошибок? Ярослав Шумак. Ярослав, хорошо. Погравим сейчас. Илья, кто у вас не делает ни одной помарочки в диктанте? Это Михаил Лебин. Ну что ж, Ярослав против Михаила. Вперед! Мозы! 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 Вот патриоты в зале не переводятся. Половина кричит Мозыль, половина Гомель. Итак, внимание, правописание. Хорошо. Никто иной, как Леонид Климович, ведет эту игру в этом предложении не раздельно или слитно? Раздельно. Раздельно, конечно. Никто иной, как. Это абсолютно правильный. Поздравляю вас. Вы принесли первые пять очков своей команде, Ярослав. Играем. Столько букв Н в слове гостиницы? Одна Н. Одна Н, конечно. Сравняли счет. Третья буква в слове «объявление» это «фальстарт». Хорошо. Ярослав? Твердый знак. Твердый знак. Раздельно, что это точно нет. После какой буквы идет Т в слове «прекрасный»? Да. После С. Понятно. У соперника есть шанс. Миша. Раз. Два. Три. Нет там такой буквы в слове «прекрасный», нет буквы Т. Вот на чем я вас, собственно, и поймал. И заканчиваем. Какой буквой заканчивается второе слово в выражении «в течение года»? И. И, понятно. Есть шанс у соперника? Е. В течение Е года обычно бежится в русском языке. И после первого боя правописания 15-15 Ярослав сделал все, что мог. Игра равная. Следующий бой. Итак, внимание. Александра, такой интимный вопрос. Кто готовится у вас в команде на медика? Там типа органы, организмы и все остальное. У нас есть такой человек. Это Константин Тихонов. Костя. Да, ну практически интерн готовый. Илья, кто у вас? Это я. О! Константин против Ильи. Вперед! КОНСТАНТИН! 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 Фальстарт у Константина, у Ильи есть шанс. А, вопрос. Вопрос на него, вы его не услышали, значит, вы на него не ответили. Кислород и углерод – это основа живых организмов на Земле. У нас кислородно-углеродный цикл. Играем. Этот орган легко воспринимает электромагнитные волны от 380 нанометров до 740 нанометров. Мозг. Мозг. То есть вы напрямую принимаете. Хорошо. Я вам завидую. Константин. Да. Ухо. Ухо. Понятно. Ребята, электромагнитные волны в указанном диапазоне – это свет, это оптический диапазон. Глазами мы это видим. Хорошо. Ой, как бы я хотел на мозг прямо принимать всю информацию. Я бы был суперинтернет. Играем. Бактерии, амебы и инфузурии – это такие организмы. Илья. Наклеточные. Или простейшие, принимаются. Аристотель считал, что этот орган у человека служит только для охлаждения крови. Фальстарт у Ильи. Великий мудрец ошибался. Что же за орган такой? Константин, ну если нет, что-нибудь ответьте. Понятно. Печень не идет никак, она для другого служит. На самом деле, Аристотель так думал о мозге. Вот такое заблуждение великого мудреца. Играем. И заканчиваем. Это основной орган нашей системы кровообращения. И снова у Ильи Фальстарта. Константин? Сердце. Сердце. Вот сейчас очень сильно стучат сердца у всех, глядя на счет 20-20. Снова равная игра. Следующий бой. Сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Жили-были Александра и ее команда на берегу моря 30 лет и 3 года. Кто пойдет за Кащеевой смертью, Саша? Это буду я. Хорошо. Кто у Ильи за жар птицу пойдет ловить? Лиза. Итак, Саша против Лизы. Вперед! Ну вот две наши сказочницы, две наши Арины Родионы. Посмотрим, что они нам споют. Итак, добрым молодцам урок. Именно в эту сторону шел кот ученый, чтобы сказку говорить. Лиза. Налево. Да, коты всегда ходят, сначала ходят налево, потом говорят сказки. Вы правы, Лиза. Герою этой сказки Шарли Перу досталась замечательная жена. Вот с тещей не повезло. Да, Саша? Прекрасный принц. Этой сказки, Лиза? Спасибо. Это сказка Золушка. Чудная Золушка, но мама у нее не приведи Господь. Так что принц попал, честно говоря. Вот хорошо бы написать еще одну сказку, продолжение, сиквел. Как там все сложилось у тещи с принцем. Играем. Он повторял по щучьему велению, по моему хотению. Лиза. Емеля. Емеля, вы правы. В первых переводах на русский эта сказочная героиня называлась Лизок Свершок. Саша. Дюймавочка. Браво, Саша! А Лизок наш оказался молчок. Играем. Ученые установили, что эта сказка была написана на основе непроверенных слухов об объявившемся в округе волке-людоеде. Лиза? Пусть это будет. Да. Раз. Два. Три. Пусть это будет отвечать Александра. Иван-Царевич и Серый волк. Иван-Царевич и Серый волк. Вышел Иван-Царевич в лес, волк его съел. Тут из сказочки конец, а кто слушал, молодец. На самом деле, красная шапочка. Итак, 25-30. Чуть-чуть-чуть сказочница Лиза вышла вперед сказочнице Александры. Играем дальше. Саша, у кого научный склад ума у вас? Кто на точные науки пойдет? Это у Пети Лиховца. У Пети Лиховца супер научный склад ума. Это компьютер на танке, это энциклопедия Кирилла и Мефодии и большой энциклический словарь в одном лице. Брагаус и Эфрон. Нужно бы дать ему фамилию, а не Лиховец. Илья, кого отправляете против этого грозного соперника? Арсения. Итак, Петр против Арсения. Вперед! Арсения! 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 Да, оно действует на погруженное в воду тело, простите меня. Арсений? Может, Менделеева? Менделеева, понятно. Давление это называется, все очень просто. Из этого металла сделана нить у лампочки накаливания, в обычной. Прошу. Вольфрам. Вольфрам, конечно. Вот есть процесс испарения, а есть процесс ему противоположный. Фальстарт он называется, а Петр отвечает. Конденсация. Конденсация, конечно. Конечно. Они взаимодействуют исключительно по закону Кулона. Да, Петр? Тишина. Проводники. Проводники не взаимодействуют по закону Кулона, они слишком крупные для этого. Прошу вас, Арсений. Электроны. Близко. Электрические заряды на самом деле, я, к сожалению, не могу принять ответ, потому что электрические заряды могут быть и положительными, и отрицательными, а электроны только отрицательные. Играем. Химические реакции, в которых из одного более сложного вещества образуются простые вещества. Эта реакция называется? Да, Петр? Распада. Распада. Учебник химии дает другое название, простите. Прошу. Реакция горения. Реакция разложения. Распад – это уже ближе к радиоактивным веществам. Итак, после точных наук, Петр вывел свою команду вперед. 35-30, Мозырь впереди. Следующий бой. Мозырь! Мозырь! Итак, внимание, призы и награды. Самая приятная на слух тема. Ну, призы и награды будут в конце. Я напоминаю, что их обычно обеспечивает наш постоянный партнер – автомойка на солнечной самомойке, на объездной 4Г. Но это еще все впереди. А пока Саша называет, кто же пойдет за наградами для Мозыря. Это будет Максим Козлов. Максим, великолепно. Илья, кто у вас остался? Это будет Андрей. Итак, Максим против Андрея. Вперед! Мозырь! 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 Призы и награды. К трем золотым олимпийским медалям ей вскоре добавили золотую звезду Героя Беларуси. Практически Максим. Дарья Думарович. Отличный ответ, да. Две лягушки и еловая шишка. Такую награду пообещал гиппопотам тем, кто сразится с этим страшным чудовищем. Да? Тараканище. Да, кто злодея не боится и с чудовищем строится. Я тому благодарю двух лягушек подарю еловую шишку, пожалуй, тараканище. Правильно. Ее со своего плеча мог пожаловать кому угодно русский царь. Да. Медаль. Кого? Медаль. Медаль с плеча так снял. На плечах у него медали и прямо россыпи. Прошу вас, Андрей. Шубу. Громче. Шубу. Шубу, конечно же, да. Золотую ветвь. Золотую ветвь этого дерева получает победитель Каннского кинофестиваля. Да. Пальма. Золотая пальма, а ветвь, вы правы. И заканчиваем тема призы и награды. Так называют добычу, захваченную в морской войне и переходящую в собственность захватившего. Да. Трофей. Трофей – это неправильный ответ. Тем более тема у нас призы и награды. Прошу вас, Андрей. А хочешь что-нибудь сказать? Понятно. Не хочется казаться глупым. А ведь могли сказать приз и получить 5 очков в тема. Призы и награды. 50-35. Максим вывел свою команду еще дальше. Вперед. Браво! Наша тест-игра к нам в студию. Наша микро и супербыстрое централизованное тестирование. Сегодня четвертая стихия. Земля, вода, воздух уже были. Сегодня огонь. Огонь. Саша, кто? Ярослав Шумак. Огонь. Нет, он у нас лед. Лед. Кто у вас пламень? Андрей. Андрей, вперед! Андрей! 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 Итак, тест-игра у нас скоростная. Выжимаем кнопку и называем вариант. Итак, внимание. Огонь, как известно, это интенсивный процесс. А. Окисление. Б. Восстановление. С. Разложение. Прошу. Окисление. Окисление. Браво! Ярослав получает 10 очков. Именно столько цена правильного ответа в тест-игре. Дальше. В древности зажигательные снаряды называли А. Римским огнем. Б. Греческим огнем. С. Бенгальским огнем. Римским огнем. Римским огнем. На самом деле греческий огонь. Прообраз лишнего напалма. Играем. В китайской философии взаимодействия, ну там все стихии взаимодействуют, это же китайцы. Вот огонь. А. Сжигает дерево. Б. Плавит металл. И. С. Высушивает воду. Прошу. Сжигает дерево. Сжигает дерево. Это неверный ответ. Прошу, Ярослав. Третий вариант ответа. Высушивает воду. Он плавит металл. Углерод горит. А. Красным пламенем. Б. Белым пламенем. И. С. Синим пламенем. Б. Фальстар у вас, Ярослав. Но. Скажем, синим. Синим пламенем. Вы правы. А. Я уже подумал, что все надежды гимназии Близо Паскаля тоже горят синим пламенем. На самом деле пламя уже поменяло цвет. Играем. Море, которое подожгли лисички. Помните, а, лисички взяли спички. И оно синим пламенем горит. Продолжаем. Итак, море, которое подожгли лисички. Было потушено. А. Воробьем. Б. Комариком. И. С. Бабочкой. Да, Ярослав. А. Воробьем. Да, воробей склевал тараканище. Прошу вас, Андрей. Бабочка. Бабочка прилетала. Крылышками помахала. Стало море подухать и подухло. Пять очков на подборе заработал наш Андрей. А. И счет 60-50. Впереди Мозырь. Славь, игра! А. И. С. Бабочкой. Очень у нас сегодня такая веселая, дружелюбная, болеющая очень хорошо студия. Но, тем не менее, я объявляю слайд-игру, нашу картиночную азбуку. Саша, картинка, буковка, назвал, получил 15 очков, победил соперника, ушел. Кто способен? Это буду я. Отлично. У вас, Илья? У нас будет Михаил. Итак, Саша против Миши. Вперед! Миша! 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 Ничего жать не нужно. Все очень простой алгоритм. Появляется картинка с буквой. Вы на нее внимательно пять секунд смотрите. Поворачиваетесь к микрофону и называете то, что вы видите, собственно, перед собой. Начинаем с выигрывающей пока стороны. Александра, первый слайд для вас. Прошу. Ковбой. Понятно. А что в руках у девушки? Лоса. Аркан у нее в руках. У нас азбука с буквы А начинается. Неудачно. Следующий слайд. Буква Б. Это для тех, кто не догадался, что у нас азбука. Как эта штучка называется на ласканье у мужчины? Это бутон. Это бутон. Это неправильный ответ. Прошу вас, Александр, может, вы знаете. Белая роза. Понятно. Вообще, вот это украшение называется бутоньерка. Вот когда вы будете в свадебном платье, вам обязательно приколят бутоньерочку. И запомните и вспомните меня в этот счастливый для вас день. Продолжаем с Александра и Сашей. Прошу. Буква В. Варан. Варан. Браво, 15. Михаил. Грамота. Грамота царская, жаловная. Да, конечно. Прекрасно. Саша. Дула. Да, Штирлиц закрыл окно, и дула исчезла. Вы правы. Играем. Михаил. Михаил. Е. Тишина. Не. Три, две, одна. Саша. Ессентуки. Ессентуки, браво. 10 очков на подборе. Саша, развивайте успех. Вот эта штука как называется? Жерный. Жерный. Хорошо. Новое слово. Миша, может, вы знаете? Жнивы. Жнивы. Вот этот агрегат комбайна, он жнет, и он называется жатка. Страшно далеки вы от народа, ребята. Булки у вас растут явно не на полях, а в магазинах, супермаркетах. Прошу вас, Миша, что это? Защёлка. Защёлка, запор, принимается, конечно, всё просто. АПЛОДИСМЕНТЫ Саша. АПЛОДИСМЕНТЫ Тишина. Буква И. Не. Три. Две. Одна. Миша, может, вы знаете? И Ордан. И Ордан. А тем не менее, с этой картины начинался импрессионизм. Это картина Кода Моне. Импрессион. Импрессион, по-моему, сказать впечатление. Импрессионин сказали бы или импрессионист, я бы вам, естественно, засчитал. Ну, ребят, ну это же знать надо. МХК, кстати, вводит следующего года как учебную дисциплину у нас. И последний ответ. Михаил. Крапива. Ну, тут хоть слава богу всё. Благодарю вас. И тем не менее, я ожидал других цифр. Сто девяносто пять. Пять очков всего на всего разрыв. Риск игра. Итак, поехали. Александр, я уже слышал из зала крик вашего тренера. Петька, всё в твоих руках. А в руках Петьки обычно был пулемёт. Рядом Анка, а потом Василий Иванович Чапаев. Так что, Петька, готовь шашку. Илья, у вас сложнее. У вас нет ни Петьки, ни Василий Ивановича. Кто у вас есть? У нас Елизавета. У нас есть Елизавета. Лизок-Свершок. Вперёд! Кстати, вы обладаете царских имён. В российской императорской фамилии так и шло. После Анны и Анны шёл Пётр. Третья, а потом шла Елизавета императрица. Так что, вот, Пётр, Елизавета, императорские просто имена. Играем. Риск игра. Напоминаю, что плюс 20, минус 20. Правильный ответ, неправильный ответ. Про описание. Именно этой греческой буквой обычно называют самую яркую звезду в созвездии. Пётр? Альфа. Это правильный ответ, 120, 95 органы и организмы. Именно с ними выводятся из организма опасные токсины во время стресса. Ну, Лизе, это ближе, наверное, опасные токсины. На самом деле, это слёзы. Поздно Пётр, я стал комментировать. Играем. Добрым молодцем урок. Именно столько ночей Шахеразада рассказывала сказки Шахрияру. Лиза. Тысяча и одна ночь. Абсолютно точный ответ. 120, 115. Продолжаем. Точные науки. Эту абсолютно точную науку изучает в школе в компьютерных классах. Лиза. Информатика. И это точный ответ. Итак, я напоминаю, что счёт 120-135, это, в самом деле, решающий вопрос. В этом белорусском городе, тема призы и награды, изготавливается золотая звезда героя Белоруссии. Город. Опа. Ну-ка, Лизок. Пусть это будет Минск. Минск. Это неправильный ответ. Пётр, у вас есть шанс, если будете жать. Я им не воспользуюсь. А вот зря, а вот зря, а вот зря. Дело в том, что где у нас в Белоруссии есть город с ювелирным производством, где работают с золотом, где работают с бриллиантами, это наш родной гомель, это наше родное объединение кристалл. Именно здесь геройские звёзды изготавливают. Итак, Победа Мозыря 120-115. Сладкие призы в нашей игре, как обычно, предоставлены нашим постоянным партнёрам. Мойка и самообслуживание на солнечной в Гомеле. Объездная 4Г. С реческого поворачиваем направо. Сразу видим там автомойку, ручная мойка, автоматическая мойка. Специалисты моют, пропылесосить, помыть, автохимия. Всё по очень разумным ценам и практически без очередей сам проверил чудное место. Самомойка на солнечной. Спасибо. Ну а вам, дорогие мои, кроме моих поздравлений команде Блеза Паскаля, которая храбро дралась и едва не победила, теперь Лиза на всю жизнь запомнит, когда ей будут вручать золотую звезду Героя Беларуси. Она будет знать, из какого города она ей на грудь спорхнула. Ну а Александре, я могу сказать, Саша, я поздравляю вас с победой, но уж больно, похоже, сильный достался вам соперник, и вы не смогли набрать заветные 160 хотя бы очков. Ну уж 165 тем более. Вы победили в этой игре, я поздравляю вас. Я снимаю шляпу перед вашим игровым мужеством, перед блестящей игрой Петра, Ярослава, Максима, Константина и лично вашей. Браво, Мозырь, вы победители сегодня, но в финале будут играть другие команды. А вот какие команды сыграют у нас в финале? Ну что ж, пускай это будет «Моей маленькой тайной». Те, кто постоянно смотрит, уже это вычислил. А тот, кто не совсем постоянно, превращайтесь в постоянных наших зрителей. Эрудит пятерка. Твргумель.бай. Ищем в программе на третьей кнопке. Эрудит пятерка. А, кстати, я же забыл. Смотрим пятерку, самое главное. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Эрудит пятерка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!